События, такие как сегодня, раскрывают многих людей. Мы постарались найти тех, кто принимал в них непосредственное участие. Игорь Николаенков, заведующий хирургией областной больницы, все время был с пациентами, помогал эвакуацией, а затем вернулся к обычной работе. Когда Игорю Николаенкову сообщили о возможном минировании, были заняты все операционные. Процесс прерывать нельзя, ни в коем случае решили продолжать. Опытному хирургу стандартная операция, допустим, она не представляет большой тяжести. В нашем случае. А при чем тут ЧС? Ты все равно свою работу никуда не денешься. По словам заведующего отделением хирургии, главное для хорошего врача – это холодное сердце, ведь эмоции здесь только мешают. Обошлось без паники. В течение часа эвакуировали практически всех пациентов, а это порядка 500 человек. В здании больницы оставалось 72 тяжелобольных. Все необходимое для их транспортировки медики подготовили практически сразу. Оставалось лишь ждать сигнала. К счастью, все обошлось. В моей жизни это впервые случилось. Я такого никогда не видел. Но только по телевизору. Сейчас я сам это все прочувствовал, и я понял, что мы готовы. Мы готовы. И пусть такая ситуация с Игорем Николаенковым впервые, он говорит, что ничуть не нервничал. За 36 лет работы хирургом научился не паниковать даже в самых экстренных случаях. В 12-м часу пациенты вернулись в палаты, а медики продолжили работу в плановом режиме.